А что вы мой паспорт взяли в руки? Я вам не давал. Любые вот подобные операции расцениваются как мошенничество. Ну, получается так. Управительные пути вам никто не заблокирует. Ну, вам же заблокировали. Я вас прекрасно понимаю. Зачем такая карта вообще нужна? Простые люди не должны страдать от этого. Именно скан, не копия. Я хочу решить вопрос без предоставления скана. Пытается со мной робот поговорить. Не терпеть их ненавижу. Тьфу! Нет, все равно вот именно скан нужен. Девушка, вы разговариваете как робот. Вообще не устраивает ваш ответ. Стоите, что вы врете? Кто отказывается предоставить документ? Постоянно предлагаете делать то же самое, что я уже делал. Вы просто издеваетесь над людьми. Какая операция? Какая операция? Операция «И». Чтобы никто не догадался. А где начальник, руководитель? Сейчас подойдет. Ждем. Операция относится в основном к операционной работе. Угу. К тем действиям, которые повторяются почти без изменений. Решить проблемы. В основном это делают роботы. А я что и творческий? У меня нет операции. Здравствуйте. 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 Ну что, мне прислали смс. Обратитесь опять в банк. Не разношуешь? Нет, конечно. Это же Сбербанк, а не какой-то там. Так, это 60 рублей, главное, списывают. Это если мобильное удовлетворение. Ну да. Для дальнейшего сносения, я буду повторно, с паспорта написать заявление на разблокировку. А вы что писали? Мне разблокировку разную. Я не знаю, что вчера оформили. Ладно. Эльвира, я бы хотел изначально решить ту проблему, которая у меня изначально возникла. Я хочу перечислить 15 тысяч на ту же карту, по тем же квизитам. Но у меня с собой наличка, я ее вчера снял. Я хочу перевести на карту Тинькофф. Через оператора. Через оператора. Вы Дэшку взяли? Нет. Там же сделаете, когда ты хочешь освободиться, вас вызовут. Во-первых, по вашему, во-вторых, по переводу тоже там же. Я хочу сначала денежку перевести, чтобы, как сказать, в очередной раз доказать вам, что я никаких мошеннических действий не совершаю. Я что задумал, то и доделаю. Все в пятом окне сделаю. А потом решим разблокировку. Но тот человек, который получает, проверен? Да какая разница? Это моя воля. Это может быть оттуда и растет, если, допустим, тому человеку шлют, шлют, и он в каких-то мошеннических действиях не завязан. Это его ответственность. Да. А я тут при чем? Так оберегаю, чтобы вы свои деньги не отправили мошенники. Так это мое дело. Я хочу, я проявляю волю. Ну ладно, если хотите, а иногда люди неосознанно отойдут, а потом помогут. Нет, там есть определенные признаки. Я просто сейчас думаю со всех сторон. Почему? Думать нужно не со всех сторон, а со стороны Уголовно-профессионального кодекса в плане событий состава преступления. Так вы понимаете, что это целостность? Я-то понимаю, я это знаю. УПК 141, 144, это я все знаю. Ну то есть вы уверены? Я уверен, вы их действуете, ни события, ни состава преступления. Потому что сейчас насильно сделаем это вручную, а потом скажете, блин, лучше. Ну меня что тут кто-то пытает или что? Я говорю, я хочу. Нет, так может быть обманным путем, но я не сейчас не про вас конкретно, а про те ситуации, которые мы... Поясняю в двух словах. Мои знакомые нуждаются в помощи. Вопросы по... Я им переселяю. Это окно. Тем более, смотрите, я лицо, в отличие от вас, не скрываю. Какие признаки обращайтесь с тобой, о чем? Я хочу перевести денежку, наличку. Вы вместе, да? Не, я один. А так вообще вместе, да. Так, вот, 15 тысяч, хочу перевести то, что вчера набировался делать, но мне не позволили, заблокировали Сбербанкомлайн. Вчера мне, к сожалению, не было. А что вы мой паспорт взяли в руки? Я вам не давал. Положите, пожалуйста, обратно. Благодарствую. Если вам нужно посмотреть, попросите меня, я вам покажу. Мне просто его необходимо идентифицировать, поэтому я его и взяла. Хорошо. Куда вам необходимо перечислить денежные средства ваше? Так, мне нужна ручка и бумажка. На номер карты напишу. Ручка. Это карта кингов? Да. Мы, к сожалению, на сторонний банк не сможем сделать перевод. А как так? По номеру карты не сможем, это если только по полным реквизитам, там расчетный счет. А через банкомат? Там будет 3 дня идти. Через банкомат наличными. Не подхожу сейчас минутку, это чею, коллег, информацию. У меня-то Сбербанк онлайн заблокирован. Мне вот как человеку денежку перечислить? А разблокировали в связи с чем? В связи с тем, что я пытался 15 тысяч перечислить. Вот они. На разблокировку у вас вчера заявление не принимали? Приняли. А сегодня с утра пришла эсэмэска. Придите еще раз. Подскажи, пожалуйста. Что-то происходит, я вообще не понимаю. Ой, боже. Через банкомат наличными, да, сможем перевезти на карту, по номеру карты стороннего банка? Спасибо. Нет, можно паспорт ваш? Без оборота на меня. Наличными, к сожалению, не сможете. Ну, у меня безнал есть на карте. Сейчас посмотрим, что они, зачем просили вас по номеру. Вам пришло обращение, да, что обратитесь в отделение банка? Эсэмэска пришло. А вот вчера оформили. С компаспорта они вашего просят. Зачем? Для разблокировки сбоканка вайна, что это действительно вы. Ну, то есть, вот как мы идентифицируем, соответственно, удаленчиком. Вы суверенны в том, что обратились именно вы. Ну, интересно. Так это, письменное основание должно быть какое-то? Ну, так-то по логике. Я вам распечатываю ответ. Давайте, почитаю. А у вас что, нету специалистов, которые вот посмотрят? Или что, или они чисто по скану определяют, что он это действительно? Нет, смотрите, мы с вами составляем заявление, мы его отправляем. Решается это все удаленно. Не на нашем уровне. Поэтому они требуют у нас скан, копию паспорта, что мы не просто сессовку. Я вот не хочу вам предоставлять ни скан, ни копию паспорта. Потом эти данные куда пойдут? Да что вы говорите? Вы говорите у вас, пожалуйста. Да? А зачем вам тогда они нужны? Ваши профи. Смотрите, заблокировали у вас Сбербанк онлайн, я так полагаю, в связи с подозрением на мошеннические действия. А в чем они заключаются? Ну, не знаю. Ранее, может быть, вы не осуществляли переводы на сторонние карты. Я не могу вам сказать, на каком. Это так же не на нашем уровне все делается. А в чем мошенничество заключается? Я не пойму. Вы посмотрите, я вам поясняю ситуацию. Как вам пояснить? Первый шаг. Я перечислил тысячи рублей на эту карту, которую вчера я перечислил. Плодежь прошел. Плюс вторым действием я делаю то же самое, только уже сумма 15 тысяч рублей. Мне отказывают. Третье действие. Я пытаюсь там уменьшить сумму 10 тысяч. Тоже отказ. Четвертый шаг. Ухожу на пятерку, еще меньше. Тоже отказ. Пятый шаг. Это 3 тысячи. И тут мне окончательно блокирует весь Сбербанк онлайн. В чем мошенничество? Смотрите. Первый платеж прошел. Ну, я понимаю. То есть, как правило, когда совершаются мошеннические действия, они таким образом исписывают. То есть, не один раз, а там раз, два, три, четыре. То есть, банк на основании этого, скорее всего. То есть, любые подобные операции расцениваются как мошенничество. Ну, получается так. Ну, это же как? А если в следующий раз они решат, что я, вдыхая не полной грудью, а поочередно, я совершаю мошеннические действия. Что они меня заблокируют? Дыхательные пути, что ли? Или что? Я ничего не понимаю. Дыхательные пути вам никто не заблокирует. Вам же заблокировали. Ну, это что такое? Я вас прекрасно понимаю. На карты сторонник банка вообще не может. Как-то не может. По онлайн же можете. Ну, по онлайн, да. А именно через нас, через наши программы, к сожалению, нет. У нас довольно-таки ограниченные. Что еще? Да, полностью реквизиты банка получаются. Но там перечисление будет в течение трех дней, как бы сразу, чтобы вы знали. А если, допустим, другой человек с карты Сбербанка найдется, и через банкомат... Ну, это вам уже договариваться самостоятельно надо. Пойдем перечислим, да и все. А мы аккуратны, мы по пятерочке. Нет, не надо по пятерочке. Почему? Вы пробуйте лучше сразу всю сумму. А, я вчера попробовал, вот результат. Но вы всю сумму попробовали уже после того, как вы перечислили тысячу? Да. Ну, вот. И что? Повторяю, я ничего не понял. А если бы я рубль перечислил, а потом попытался два рубля перечислить, меня бы тоже заблокировать? Вполне возможно. Я же говорю... Ну, это же вообще дурдом какой-то. Но я вам объясняю, что как правило... Зачем такая карта вообще нужна, если я не могу деньги перечислить? Я вам говорю, потому что мошеннические действия, когда происходят... Нет, я вам... Можно я договорю? Когда у людей начинают происходить несанкционированные списания, вот такие могут, грубо говоря, происходят. Я все понимаю. Слишком много мошенников стало. Это возможно. Но простые люди не должны страдать от этого. Из-за вашей слишком... Как сказать? Бдительности. Слишком большой подозрительности. Я ничего не скрываю. Вот документы, вот карта. Вот он я сам. Я у вас уже, не знаю, лет 10 или 15 отслуживаюсь. Если бы я на своем уровне могла бы что-то сделать, я бы обязательно это сделала. Но, к сожалению... А что значит скан паспорта? Это вы сами будете сканировать? Ну да, вот у нас принтер. Я делаю скан паспорта. А это у вас где-то предусмотрено, как принтер нормативного марта? Сноситесь на норму права, на основании которой... Требуете скан паспорта? Да. Вообще, в подлинность данного документа проверяется вот этот номер и на сайте МВД. Действительно или не действительно. Тем более, все в городе меня знают. Особенно в полиции. Так, отправляем в ответ запрос, что вы просите предоставить официальный ответ, на который ссылается банк при просьбе предоставления скан ДУ. Именно на нормативный полиции. Вы меня неправильно поняли. Это вы сейчас опять в Москву пишете, опять это все затянется. Рассмотрение на месяц затянется, ФСИ 59 и 30 дней. Мне это зачем? Мне сейчас нужен. Я понимаю вас, но смотрите, требую, скажем так, скан документа не я у вас, и на данный момент я вам ничего не могу предоставить. Вот это называется просто бумажка, это не документ. Вот чтобы это стало документом, Фамилия, имя, отчество, должность, должностного лица, где находится оригинал, Копия верна и печать организации. Синенен и Огорина. Будьте добры, сделайте, пожалуйста. Мне запрос отправлять на официальный ответ. Вы меня услышали, да? Здесь я у вас услышала. Сделайте, пожалуйста. Просто дополнить-то я больше ничего вам не смогу. Там не надо ничего отправлять, я вам говорю, там бесполезно, там на месяц все затянется. Замечательно. На остаток только дату и время постоять. Угу, благодарство. Так, а у вас есть какая-то система, я не знаю, МИГом там или еще какая-то, через которую человек может прийти в этот Сбербанк и получить? У нас есть перевод до востребования, называется. Комиссия какая? Так, комиссия минимум 150 рублей. За 15 тысяч сколько отдам? Владежное поручение, здесь у вас точно 24-го. Отменю, говорю, запрос свой по поводу... Ну да, это ваш был запрос. Я на него добро не давал. Вы же который раз переименовываетесь? Что у них там было? Сначала Сбербанк, да? Потом они ребрендинг сделали. А, сначала сберегательная касса была. Потом Сберкастер. Сбербанк. Сейчас тут Сбер... Вы знаете, да, как Сбербанк в народе прозвали? Нет. Сбербанк. Как еще раз? Сбербанк. А, Сбербанк? Ну. 225 рублей комиссия будет за 15 тысяч. Давайте. Ну и почините данную информацию. Там что, ему надо будет код назвать, да? Смотрите. При оформлении перевода номер телефона получателя указываем, ему приходит код, с которым он потом обращается в банк, соответственно, с паспортом он получает... А мне код нельзя сообщить, я ему сообщу. Можно указать, что у него нет номера телефона, и указывается, да, ваш номер телефона. Давайте мой, да. Так, фамилия, имя, отчество получателя. Ой, а он что, с паспортом должен, да, притягивать? Да, да. Да, е-мое. Что ж такое-то. Ему с паспортом надо притягивать. А у него нет паспорта. А других сервисов нет, чтобы... Нет, скорее всего, да? Сейчас вы через паспорт. Ладно, не будем вас задерживать. Спасибо большое. Ага, благодарство. Всего доброго, хорошего. Не заняты? Ну, просто смотрите, что они мне выкатили. Выкатили, что типа я им обязан скан предложить паспорта. Без этого никак. Вы можете им написать, что я... Ну, личность удостоверяю, вот паспорт выдержала в руках. Через сайт МВД он проверяется, что он действительно... Можете в интернете набрать. Булгаков Антон Николаевич вам там миллион новостей покажет. Ну, у нас есть такая карта, как он делает, действительно, с паспорта. Зачем вам это интересно? Я вот не хочу скан паспорта предоставлять. Именно скан, не копию. И ни на какую норму права не ссылается. Предъявить, пожалуйста. Прописка, все дела. Вы же мне карту как-то выдали. Скажи, пожалуйста, вот этот вот ответ Антону Николаевичу на блоку, который для повторного обращения в банк с паспортом и скан паспорта запрашивает. Да, я знаю. Ну, что у всех клиентов так запрашивают для разблокировки. Зачем вам скан паспорта? Ну, а то, что мы как сотрудники идентифицируем клиента, проверяем входность паспорта, что он лично приходит, этого недостаточно. Ну, а если, допустим, там в комментарии можно написать, что клиент, его словно сам, сотрудниками идентифицирован, скан паспорта предоставлять отказывается. Просим решить вопрос о разблокировке. Да. Ну, просто на самом деле так, потому что скан это все-таки документ. Ну, у клиента принципиальная позиция, ну, мы с этим должны научиться работать, почему нет-то. Клиент лично пришел, никто не по доверенности, у клиента оригинал паспорта, мы подлинность проверили. Прям так пиши все в комментариях. Клиент отказывается предоставлять паспорт для скана. Необходимо решить вопрос. Коллеги, помогайте, что нужно сделать. Ну, обходные пути какие-то, я не знаю. Да, не обходные, вы же, уполномоченный удостоверяющий. Не, ну, просто если они сейчас ужесточили и требуются всех скана, зачем им скан? Что они не доверяют сотрудникам, получается? Они должны убедиться, и скан это именно, что это подлинный паспорт или что? Ну, пусть они предоставят ответ, ссылаясь на закон или на какие-то распоряжения, откуда они это взяли. Нет, просто по сути-то клиента тоже можно понять. На самом деле персональные данные, это сейчас очень остро стоящая тема, да, и рассылать везде паспорта, просто так, тем более сканы, тоже нецелесообразно. Клиента вчера пригласили в банк, да, он не смог удаленно решить этот вопрос, хотя его заблокировали удаленно, да, и операция там особых подозрений не вызывает, то есть тысяча рублей, 15 тысяч, и это была, ну, разовая операция. Если это не было в день, там, 10 операций и не было, там, миллионы, да, ну, как у нас блокируют для того, чтобы обезопасить клиента под мошенничество, это было бы понятно. Тут логика как бы отсутствует особая, по большому счету, его удаленно разблокировать отказались, хотя его идентифицировали. Мы позвонили на поддержку, клиента отправили в офис, клиент вчера пришел в офис, написал СРМ-обращение, сегодня клиента опять приглашают в офис, не просто сама ситуация. Любые подозрения мошенничества разбиваются, вот я сам пришел, 15 тысяч снял. Нет, все, ну, как бы это отдельная тема. Просто я тебе к чему? Со стороны клиента. И мы ему сейчас говорим, извините, мы должны отсканировать ваш паспорт и отправить. Но зачем? Я здесь, вот мой паспорт, идентифицируйте меня, вы приложите. Я опасаюсь уйти в утечке персональных данных. Он, клиент против утечки персональных данных, он не готов. Да, ты сейчас пишешь в комментариях. Коллеги, прошу ускорить решение вопроса. Ситуация следующего, клиент уже дважды обращается в офис, клиент идентифицирован сотрудником, паспорт подлинный, является действительным. Да, у нас есть программки, где можно проверить. Клиент отказывается передавать куда-либо персональные данные. Нет, я не отказываюсь. Вот, 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 все есть. Нет, персональный, ну, скан паспорта. Необходимо решить вопрос. Я хочу решить вопрос без предоставления скана паспорта. То есть клиент настаивает на решение вопроса без предоставления скана паспорта. Вот так вот, напиши в комментариях. И в этом же обращении мне новое регистрирую. Хорошо. Коллеги, помогите решить вопрос. Что мне нужно клиенту? Тебе же не нужен, ты же просто комменты сейчас напишешь, клиенту придет смс, да? Если будут проблемы в формулировке, зови меня. Давай. Остается ждать, да? Мы сейчас в комментариях в этом же обращении напишем всю ситуацию. По большому счету, я вас прекрасно понимаю, я их украла. Ну, вот, смотрите, я вспомнил, восстановил ситуацию, как вчера было. Первое, что я сделал, тысячу рублей перевел. На эти реквизиты, на карту Тинькофф. Она у меня прошла. Плюс. Дальше я следующим шагом. Человек пошел, проверил. Говорит, да, деньги поступили. Я всегда так делаю. Маленькую сумму. Ну, да, для проверки. Человек пожилой мог ошибиться в цифре. Все, я пытаюсь 15. Мне что-то там, какое-то предупреждение. Я сбрасываю, думаю, что слишком лимит. Пытаюсь десятку. Он мне тоже там что-то пишет. Мне тут же звонок 900. Меня еще со стороны отвлекают. Я не пойму. Слышу робота, короче, сбрасываю. Ну, вот эта вот ситуация, она похожа на попытки, как будто кто-то несанкционированно получил вам доступ. Я-то об этом не знал. Она мне написала сразу, что типа это, лимит перевода слишком большой. Максимум 5000 в сутки или что-то такое. Мне почему-то робот перезвонит и пытается со мной, робот, поговорить. Я терпеть их ненавижу. Дайте мне живого человека, я поясню ситуацию. Ну, как-то так. Давайте ждем. Телефон оставьте мне, если. Ну, а в любом случае придет смс о том, что сейчас дополнение, да, какой-то ответ придет. Потому что мы, на самом деле, тут видите, как волшебники не сможем взять и разблокировать вам. Это в любом случае специальное подразделение. А нам нужно именно это все продается. И сейчас мы как бы посмотрим, что у нас вообще получится, не получится. Потому что я считаю, что это тоже неправомерно. Ну, пусть, по крайней мере, ссылку на закон делают какой-то, да, затребовать скан паспорта. Не копию, не заверенную копию. А им нужен скан для чего? Для того, чтобы вас идентифицировать. Потому что копии, знаете, копия – это копия. Идентифицировать можно по паспорту, по предъявлению. Вот, смотрите. Так скан можно снять только с оригинала, понимаете? Они-то не видят этот паспорт. Я понимаю. Копия не является подтверждением. Обязан предъявить и хранить. Вот я его храню. Я его вообще не обязан кому-то передавать. Я об этом и говорю, что вы нам его предъявили. Вот, предъявил, пожалуйста. Вы его там даже вон через этот свой… Ультрамат. Который тоже ничем не регламентирован, ни одним законом. А вы знаете что? Мы смотрим в единые знаки. На каждой странице есть определенные знаки, которые случайны признаки подделки. Я понимаю, что вы смотрите. Но это, опять же, никаким НПА не регламентировано. Ну, даже несмотря на это, пожалуйста, вот он. Нет, все равно вот именно скан нужен. А что такое скан? Я вам поясняю. Это, если обычный скан где-то сканирует в разрешении 300 точек на дюйм, то при желании можно отсканировать в 1200 точек на дюйм. Это такое качество, что потом распечатать это фото не отличишь. Только даже с лопой не отличишь. Ну, ладно. Фото-то нужно же еще и основа, за что ее напечатать. Ну, понятно. Если мы сейчас с вами начнем рассуждать в сторону, как подделывают паспорта, тут, конечно, тоже технологии свои есть. Я с вами не спорю. Да. Но я вам просто объясняю, почему они скан запрашивают. Потому что копия для них не подтверждение идентификации. То есть скан можно снять только с оригинала. Я скан не смогу... Как, подождите. Как это копия не подтверждения идентификации? Ну, для них. Если мы отправим копию, это не является, что паспорт оригинал. А скан, да. Почему? Ну, потому что скан можно только с оригинала сделать. С копией уже не сделаешь. С цветной не сделаешь. Когда сканируешь паспорт, вот опять же, точки дюйма ваши, ты же, наверное, прекрасно не понимаете, что это совершенно другое качество. Вы же только что об этом сказали. И тогда видно, что действительно клиент был и предоставил оригинал паспорта. Но я вам просто объясняю, почему так. Меня вообще поражает эта ситуация. Я честный, добросовестный человек. Коллеги, клиент уже обращается дважды. Мне комментарий сотрудник выслал. Клиенты нами, то есть сотрудниками банка, идентифицированы просьбой решить вопрос о разблокировке онлайн. И далее, если будет отказ, клиенту необходимо предоставить официальный ответ с фамилией и должностью сотрудника и указанием нормативно-правового документа, на который ссылаетесь под просьбой предоставления скан ДУ. Ну, ты здесь вначале добавь поле о том, что клиент отказывается предоставлять сканированный документ. Не-не, я не отказываюсь. А так написать вам правильно. Желаю решить вопрос без предоставления скана. Да. Клиент желает, чтобы вопрос был решен без предоставления скана. Вот здесь вот где далее, если будет отказ перед этим, да? Просьба решить вопрос о разблокировке онлайн. Клиент желает решить вопрос без предоставления скана документа. Далее, если будет отказ, там дальше все отлично и хорошо. Вопрос. Без предоставления скана паспорта. А можно дописать, что оригинал паспорта предоставлен многократно, проверен? Как этот станок называется? Да, все написала, даже точка. Далее, если будет отказ, тут все хорошо. А в начале коллеги-клиенты уже обращаются дважды в офис. Сотрудник предоставляет оригинал паспорта. То есть расписывает, да? Подлинность паспорта и личность клиента сотрудниками банка идентифицирована. Клиент обращается дважды в офис. Подлинность паспорта и личность клиента идентифицирована сотрудниками банка. Ну, нами, сотрудниками банка. Подлинность паспорта и личность клиента идентифицирована сотрудниками банка. Точка. Просьба решить. Ну, ты образно прописала, я тебе подробно расписываю, о том, что мы подлинность паспорта проверили, о том, что клиент нами идентифицирован лично, пришел в офис дважды уже, да, поэтому просим решить вопрос разблокировки онлайн, без предоставления скана паспорта. Ну, там, Даша, мы с тобой расписали. Все? Хорошо, хорошо, все, давай. Так, что? Ждать? Ждать смс. Ну, вы перевод отправили же, все хорошо? Нет. Почему? Нельзя перевести на Тинькофф через вас. Чистый банк. Почему? А реквизиты есть у вас полностью? Реквизитов нет. А, у вас номер карты только? Да, сейчас вот буду звонить, спрашивать, есть ли реквизиты. Вы слышите реквизиты по реквизиту, это можно с любого банка отправить, только там комиссия будет взиматься. Да уж, уже хоть как-то отправить, это вообще жизнь такая. Ну, вот такой вариант. Хоть нервничай, хоть не нервничай. Надо как-то учиться с этим жителем. А я вот учусь. Ну, по крайней мере, я вот тоже учусь. Я тоже учусь. Я тоже учусь. Видите, всякий скандал, спокойность, юмор. Да, я вам благодарна, на самом деле, за это, потому что есть разные клиенты. И, слава богу, что вы нервничайшие. А я раньше это, как бульдозер пер такой, как танк, давил все. А потом понял, что нет смысла давить. Наоборот, надо юморить, как с родными разговаривать. Ну, вот и все. Благодарствую. Мы тоже так же. У нас наши, 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 все. Добрый день, Антон Николаевич. Меня зовут Асем. Я сотрудник службы заботы клиента Сбербанка. Скажите, вам сейчас удобно разговаривать? Слушаю. Вы недавно принимали участие в анкетировании о качестве рассмотрения вашего обращения по поводу разблокировки системы Сбербанк Онлайна. Указали, что у вас дополнительно имеется вопрос. Могли бы уточнить, какой вопрос у вас на данный момент? Когда разблокируют Сбербанк Онлайн. С информацией по ответу и по вашему обращению ознакомилась. У вас указано, что восстановление доступа вам банк рассмотрит. После того, вы подадите повторное заявление, в котором укажете обязательно, что вам требование разблокировать доступ к системе Сбербанк Онлайн. А почему я должен писать повторный, если было написано в первый же день? В первый день у вас не были предоставлены скан паспорта документа. Поэтому вам банк, система банка указала ответ по предыдущему первому обращению о том, чтобы доставить копию документа, то есть приложить скан. Второе, по последнему вашему обращению ознакомилась, что вы повторно обращались по данному вопросу. В вашем обращении нужно указать корневую причину, по которой вы обращаетесь. То есть требование обязательно должно присутствовать. Разблокировать доступ к системе Сбербанк Онлайн. Поэтому рекомендую обратиться в банк повторно, предоставить с паспортом, обратиться, чтобы приложили скан вашего паспорта и указать требования. На каком основании я должен скан паспорта прикладывать? На основании договора на банковское обслуживание. Сошлитесь на пункт, на номер. В ответе у вас указан пункт 1.3.17.2. Банк имеет право приостановить доступ к системе Сбербанк Онлайн. Это основание. Вы не слышите сами себя. Это основание. Ссылайтесь на пункт, там написано. В случае выявления этих каких-то там признаков. А я спрашиваю... А для разблокировки требуются эти документы. Где это сказано? Официальный ответ, пожалуйста, получите в офисе банка, обратившись с паспортами и номером данного обращения. Так в официальном ответе вы так и пишите. Приложите скан паспорта, не ссылайтесь ни на что. Вам указывают по какому пункту, на основании чего. Можете дополнительно себе полную версию. Абсолютно. Норму права или номер, это пункт договора, согласно которому я кто-либо вообще обязан прикладывать скан паспорта, чтобы разблокировать Сбербанк Онлайн. Полный договор на банковское обслуживание. На сайте банка можете загрузить, просмотреть информацию. Ну и там про скан паспорта вообще не сказано. Банк запрашивает ту информацию в целях безопасности, которой нужны данные для разблокировки системы Сбербанк Онлайн личного кабинета. Право блокировать Сбербанк Онлайн и предоставлять доступ согласованно в документе на банковское обслуживание. Вы понимаете, что такое скан паспорта? Я понимаю вас, что вы имеете в виду так же. То есть, получается, вы хотите, чтобы я пришел в ваше отделение, достал вот эту бумагу под названием паспорт, отдал вашему сотруднику, она засунет сканер, выберет неизвестно какое разрешение сканирования, возможно 1200 фотокачества, и отканирует. Кстати, что оно будет сканировать? Только первую страницу или полностью весь? В отделении банка информацию уточните, что будет именно сканировать по обращению, информацию проверить, что нужно будет. Так я так понял, вы в курсе всех дел, лучше их знать ответы. Они сами ничего не знают, они вам постоянно звонят? Мы занимаемся улучшением качества, номер 900, разные специалисты есть, решают, которые разные вопросы. Нам для улучшения качества обслуживания нужна была причина поставленной данной оценки. Я информацию от вас принимаю для улучшения качества, также нужно было понять, что именно в ответе вас не устраивает. По вопросу и ответу банк информацию все вам предоставил. Если не согласны с данным ответом, несогласие можете сформировать на сайте банка в Сбербанке онлайн и в личном кабинете. Так вы мне не ответили вопрос. В режиме диалога нашего с вами на исходящем звонке, к сожалению, информацию предоставить не будет возможности по данному вопросу по пункту. Если необходимо, я в вашем обращении укажу несогласие с ответом, в котором укажу, что вам предоставили пункт. То есть вы некомпетентны или неуполномоченны? Пункт. У меня перед глазами не имеется документа на банковское обслуживание. Поэтому я говорю, что... Вы на мой вопрос не хотите, неуполномоченны или некомпетентны отвечать? Вы просите у меня документ. Документ, я говорю, где вы можете ознакомиться самостоятельно, на сайте банка. Дополнительно, если вы с ответом данной не согласны, я могу указать информацию, что вам дополнительно предоставили ответ. Девушка, вы разговариваете как робот, вот серьезно. Вот у вас там... Сейчас вот на 900 звонишь, там сплошные у вас роботы стали. А! Женщину вынули, автомат засунули. А! Тьфу! А! Как вы их называете, информационные помощники? Я вот вам поднял вопрос. А вы, вот как... Как будто у вас какая-то программа внутри сидит. Вы не на вопрос мой отвечаете, а как будто вот зачитываете какой-то, как это, скрипты называется. Как будто у вас перед глазами... Мне очень жаль, что у вас сложилась такая ситуация. Бумажку, любую вот этот вот, листочек раз, любую фразу, лишь бы ответить что-нибудь. Вы вообще меня не слышите, не осознаете, что вы отвечаете. Почему же я слышу вас? Поэтому говорю, если вас не устраивает данный ответ, я зафиксирую информацию, что вы дополнительно хотите получить от банка. Вы вообще не устраивает ваши ответы? Вопрос данный решается по обращениям, которые вы фиксируете. Если дополнительная информация требуется, вы звоните на номер 900 самостоятельно. Мы занимаемся по ответу по обращению, который вам был ранее отвечен. Для того, чтобы решить вопрос по обращению, требуется время. Так я вам еще раз поясняю. Самый первый день, когда была блокировка, я пришел в отделение. И было оформлено вот это вот, как вы просили оформить, прийти в банк и написать заявление о разблокировке. Это было сделано. А потом вы говорите, нужен еще какой-то скан, не ссылаясь на норму права и на договоры обслуживания. На каком основании он должен сканкать? Ситуалисты банка вам информацию указали, согласно какому договору, на каком основании ничего не указали. Ссылка на норму права. На основании в любом случае договора банковского обслуживания. Да что вы говорите? Сошлитесь на пункт договора, сошлитесь на норму права законодательства. На нормативную праву. Это не относится к законодательству. Это внутренний регламент банка. Договор на банковское обслуживание физических лиц между банком и вами. Сошлитесь на пункт договора. Я направлю в вашем ответе, ответ, который вам предоставил банк. Укажу, что вы не согласны с данным ответом, в котором вам указали пункт договора, в котором требуется скан. Банк информацию просмотрит, вам предоставят официальный ответ от банка. Ну вот, хоть какой-то конкретный ответ. Телефон контактный оставлю этот, на который я звоню себе, верно? Ну. Хорошо. Информацию данную зафиксирую. Также вам поступит ответ в СМС-сообщение на ваш номер телефона. Дополнительный официальный ответ сможете забрать в офисе банка. Ого. Можно я у вас сейчас уточню тогда, в каком регионе вы сейчас находитесь? Потому что по времени там направляется вашим местным ответом. Тюменская область. Спасибо. Так, я указываю, что дополнительно требуется ответ на основании какого документа, какого пункта требуется приложить скан паспорта для разбалокировки системы Сбербанка онлайна. На этот номер телефона банк формирует ответ, вам также направит. Если вам потребуется ответ официальный, можете получить его в офисе банка с номером обращения. Все сообщение будет вам направлено также. Номер обращения и срок выполнения также дополнительная система вам направит. Девушка, а что значит официальный ответ? На бумажном носителе? Да, если требуется, на бумажном носителе. А вот вы мне скажите, вот я пришел в первый день, когда меня заблокировали, я пришел, говорю, где ответ? А, на второй день, когда мне сказали, нужен скан, пришла смс-ка, и я прихожу, говорю, и что, и где это, где ответ? Они говорят, вот, девушка распечатала, просто бумажка, и на ней там две строчки написаны. Это что, официальный ответ? Ответ банка, тот, который формируется. Вам будет тот ответ, который вы запрашиваете с пунктами, указания пунктов. Это официальный ответ банка, да? Можно его также Сбербанк онлайн информацией просмотреть. Вы вообще знаете, как документы оформляются? На письменном носителе. Вот они мне дают эту бумажку, и мне пришлось им разъяснять, чтобы эта бумажка с двумя строчками текста приобрела какую-то юридическую силу. Сотрудница должна там написать фамилиями, отчества, должность. Заверить свою роспись печатью круглой, с ИДН и ОГРН, чтобы обязательно было. И написать, где копия верна, и где хранится оригинал. Ваши сотрудники об этом вообще ничего не знают. Они мне хотели вот эту бумажку распечатанную вручить. Можете в Сбербанке онлайн информацию посмотреть. В любом случае, ответ будет вам предоставлен, направлен по-жидать ответа. Как я в Сбербанке онлайн посмотрю, если у меня там туда доступа нет? Ни с компьютера, ни с телефона. Я поняла, еще раз приношу извинения, заставлю удобство. Имею в виду также в последующем, когда после проведения разблокировки. По поводу разблокировки профиля, в любом случае, нужно обратиться в офис банка по тем документам, которые требуются банку. И дополнительную информацию. Я уже обращался. В последнее в вашем обращении указано, что требуется указать причину вашего обращения. Что конкретно указать, что требуется разблокировать систему Сбербанк онлайн. Я с вами ни в коем случае не спорю. Я звоню вам, чтобы помочь. Я указываю. Я ничего не понял. И сколько раз так я буду? Вот смотрите, я первый раз ходил примерно неделю назад. Мне попросили, надо оформить это, типа обращение о разблокировке. Оформили. На следующий день приходит, что нет, это невозможно, потому что вам нужно приложить скан. Я прихожу, спрашиваю, на каком основании скан. Они говорят, мы сейчас оформим новое обращение, мы разберемся. Сейчас вы звоните и говорите, ну это, ну позавчера опять приходит смс, что нужно в третий раз прийти и уже конкретно написать, что я хочу разблокировать. А я что, я первый раз что, не то же самое говорил, что ли? Я что, спросил, выдать мне какие-то шоколадки безоплатные или фантики от них? Указать, это повторно в ваше обращение, когда обратитесь, нужно указать причину точную, по которой обращаетесь вы, и дополнительно приложить скан документа. Почему именно скан требуется вам, банк, также ответить по вашему последнему обращению? Я до сих пор не услышал ответа. Чего я туда пойду? Вот я... Предоставит официальный ответ банк. Хорошо, тогда дождитесь ответа. На основании этого ответа уже решите, как он действует дальше. Ответ должны были до 4 февраля дать, до сих пор нет ответа. Ответ вам предоставили, что нужно было указать дополнительно еще, что требуете разблокировать систему Сбербанк онлайн. Так я это в первый же день указывал, что требую разблокировать. Предыдущее первое обращение. У вас была закрыта и указана информация о том, что не разблокирован, по той причине, что нужно приложить было скан документа, удостоверяющую личность. Ну а сейчас я приду и сделаю то же самое. Вы мне опять ответите, что нужно... Сначала тогда дождитесь ответа от банка, о котором вы хотите узнать, на основании какого пункта банк требует от вас данный документ. Ё-моё, вы что там вообще что ли все это? Вот кто перепрогировал? Я не занимаюсь разблокировкой профиля и рассмотрением обращения. Нам важно ваше мнение нашего клиента. Я понимаю, вы мне предлагаете бегать по кругу, как белка в колесе. Я вам озвучиваю, что требуется. Так я вам уже говорил, что я... Я подсказываю порядок действий для вас. Перестаньте меня перебивать постоянно. Прошу прощения, что перебила вас. Так вот вы мне предлагаете заниматься тем же, что я уже делал. Вы мне предлагаете прийти и написать заявление. Я уже это делал. Вы мне предлагаете указать именно требования. Я это тоже делал. Вы мне предлагаете дождаться ответа, почему именно скан нужен. Я это тоже уже делал. Я уже дождался, но ответа я конкретного не получил. Вы мне опять это предлагаете делать. Вы меня постоянно предлагаете делать то же самое, что я уже делал. Вы просто издеваетесь над людьми. Мне очень жаль, что сложилась такая ситуация. Информацию, которая имеется, я вам озвучила. Другой информации, к сожалению, не обладаю. Все ясно. Благодарю вас за предоставленную информацию. С вами прощаюсь. До свидания. Подождите, девушка. Так что мне делать-то? Я не понимаю. Я вам озвучила порядок действий. Для разблокировки профиля системы Сбербанка онлайн на проверке данной возможности нужно оформить повторное заявление, в котором нужно указать, что именно вам нужно требование разблокировать систему Сбербанка онлайна и приложить скан документа, удостоверяющего личность. Так как вы отказываетесь предоставлять данный документ, я в вашем предыдущем обращении, в котором был данный ответ... Подождите, подождите, стойте. Чего вы врете? Кто отказывается предоставить документ? Я приходил с документом и вдоль и поперек его смотрели, и все нормально с документом. Вы что тут говорите? В первом обращении была указана информация о том, что нужно оформить повторное обращение, приложив скан документа, удостоверяющего личность. Поэтому, и сложившись в ситуации, я вам информацию и указываю. Так вы только что сказали, что я отказываюсь предоставить документ. Никто ему не отказывался. Вот показываю... Очень рада, что вы не отказываетесь. Тогда вы повторно, пожалуйста, обратитесь в офис банка, напишите заявление, приложите скан документа, и дополнительное обращение обязательно укажите, что требуется... На каком основании я должен скан... Большиеся возможности я все вам описала. Другой, к сожалению, атеративы нет. Ну что, буду вам опять не отставить за решение вопроса. Благодарю вас, в любом случае, за ваши оценки. Я как вам благодарствую от имени общественности, потому что я не только свои интересы представляю, но и интересы общественности. Я общественник и журналист. Я понимаю вас. Спасибо, что информацию поделились. Да, я не только с вами поделюсь, я еще с людьми поделюсь. Я обязательно сделаю видеоролик на эту тему и покажу, как вы издеваетесь над людьми. Благодарствую за видеоматериал. Всего хорошего. Всего хорошего. До свидания. 20 документов я вам предъявляю. Разблокируйте Сбербанк МВ. Вы какой-то документ можете предоставить с фотографией для скана? Для скана? Да. Хоть какой-то? Да. На основании чего? Оригинал паспорта и другие 20 документов предъявлены вам. Что вам еще нужно? Вот вы, женщина, вы можете поплакать, а мне что делать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok